Продавец книг Эдвард Мейбридж не задумывался о какой-то суперсиле, когда во время одного происшествия ударился головой, после чего закончилась его привычная жизнь бизнесмена. Мейбридж очнулся абсолютно другим человеком – рискованным, эксцентричным, непостоянным, поглощенным творческими идеями. Он бросил свой бизнес по продаже книг и стал одним из самых известных фотографов в мире, а также успешным изобретателем. До происшествия он не запатентовал ни одного изобретения, но после – как минимум два. В 1878-м с помощью нескольких камер он сфотографировал лошадь Салли Гардинер, скачущую галопом, включая моменты, когда все четыре ноги лошади не касались земли. Серии этих снимков были показаны на выставках по всему миру и стали первым успешным примером хронографической фотографии, предшественницей киноматографии. Гениальность Мейбриджа связана с так называемым внезапным синдромом Саванта, когда после травмы или болезни мозга пострадавший обретает исключительные возможности. Здравствуйте, дорогие «Хочузнайки», с вами канал «Хочу Знать». Не менее удивительный случай был у 31-летнего Джейсона Педжета. После удара по голове в баре в Токоме, штат Вашингтон, в 2002 году. Педжет не закончил колледж и работал в мебельном магазине. Но сотрясение мозга наполнило его мир многочисленными геометрическими фигурами и линиями. По его словам, на следующее утро я проснулся и включил воду. Она была похожа на линии, идущие вниз по спирали. Человек, который даже не учил алгебру в школе, за ночь стал гением физики и математики. Сегодня он один из немногих людей, способных рисовать фракталы от руки. Чтобы нарисовать одну такую геометрическую фигуру с огромным количеством идентичных, повторяющихся частей, требуются недели и даже месяцы. Другой человек стал гением чисел всего в 10 лет. Орландо Серел из Вирджинии получил мячом по голове во время бейсбольного матча. Родителям он ничего не сказал, поэтому не получил должной медпомощи. Целый год мальчик страдал от постоянных головных болей. Когда они, наконец, закончились, Серел обнаружил у себя дар точно называть дни недели по дате и мгновенно производить любые вычисления по календарю. Например, он может немедленно назвать количество дней между двумя датами или ответить, сколько раз за тысячу лет 12 марта выпадало на четверг. Спросите этого 51-летнего американца, к примеру, 11 февраля 1983-го. И он ответит, пятница, шел дождь, я съел пиццу по перроне в Доминос. А вот Дэниел Теммет не ударялся головой. Его одержимость цифрами началась после приступа эпилепсии, когда ему было всего 3 года. Но только в возрасте 25 лет ему диагностировали высокофункциональный аутизм с синдромом Саванта. Это позволяет ему проводить сложнейшие вычисления с невероятной точностью. К примеру, Теммет посчитал число пи до 22 514 знаков после запятой за 5 часов и 9 минут. Плюс ко всему он разговаривает на 10 языках, включая исландский, который он выучил просто за неделю. Интересно, что Теммет не производит вычисления в привычном смысле. Как он говорит, когда я перемножаю числа, я вижу два облика. Картинка начинает меняться, эволюционировать, появляется первый образ. Вот и ответ. Это мысленные образы. Это как математика, только думать не надо. Но чтобы быть гением, не обязательно обладать невероятными мыслительными способностями. Как, например, Алонсо Климонс из Болдреда, Колорадо. Будучи еще совсем малышом, он получил травму головы, когда упал на пол ванной. На всю жизнь показатель его IQ остался на уровне 40. Из-за этого он не может ни читать, ни писать. А вырос он в доме для труднообучаемых. Но почти сразу после происшествия в ребенке проснулись невероятная тяга к моделированию. Он создал сложные фигуры животных, используя различные материалы, даже мыло. По словам его матери Эвелин Климонс, Алонсо будто знал, что и как нужно делать. Сейчас он известный скульптор, зарабатывающий десятки тысяч долларов. Климонсо приглашают на телевидение. Зрители проявляют интерес и к его творчеству. Скульптуру он продает через интернет. Живет художник в небольшом городке Боулдер, в штате Колорадо. Вместе с несколькими помощниками работает в мастерской, часто посещает школы, где и устраивает что-то вроде мастер-классов. Алонсо занимается пауэрлифтингом и принимает участие в соревнованиях. Он очень общителен, обаятелен и жизнерадостен. Частый гость на местных фермах и ранче, куда приезжает в поисках новых натурщиков для своих творений. Также необъяснимая тяга к искусству появилась у хирурга-ортопеда Тони Сикория после удара молнии в парке Нью-Йорка в 1994-м. Через пару недель после инцидента у него внезапно проснулся интерес к классической фортепианной музыке. Вскоре Сикория купил ноты и сам научился играть. И затем он начал создавать сложные музыкальные партии, прислушиваясь к музыке, играющей у него в голове. Но он не бросил свою первую профессию. Сегодня он и пианист, и композитор, и хирург-ортопед. Но Лахлен Коннорс из Делавера, штат Колорадо, обрел музыкальный дар не из-за молнии, а из-за игры в лакросс. До своего 19-летия он пытался научиться играть на пианино. Однако его попытки не увенчались успехом, так как у мальчика не было музыкальных способностей. «Он действительно не имел таланта», — сказала его мать Элси Гамильтон в интервью CBS. По словам женщины, ее сын не мог воспроизвести даже самую простую мелодию. Но Лахлен был страстным спортсменом. Он любил играть в лакросс и надеялся в будущем выйти на профессиональный уровень. Тем не менее, перенесенное подростком сотрясение мозга, которое он получил на поле во время одной из игр, стало причиной судорог, и в конечном итоге он был госпитализирован. «Я упал на спину и ударился затылком об землю. Помню, что я мог подняться, но голова кружилась, и земля уходила из-под моих ног. Я действительно не понимал, что со мной случилось», — сказал Лахлен. В нескольких следующих матчах он получил еще несколько ударов по голове, после чего у него начались эпилептические припадки и галлюцинации, в результате чего Лахлен был вынужден провести несколько недель в больнице. Когда его выписали, врачи предупредили, что впредь лучше воздержаться от контактных видов спорта. Эта новость очень расстроила Лахлена, мечтающего о карьере профессионального спортсмена. Впрочем, грустил он недолго, поскольку вскоре обнаружил, что может легко воспроизводить музыку на слух. В результате подросток заиграл на 13 музыкальных инструментах, включая гитару, пианино, волынку, мандолину и аккордеон. «Я честно думал, что в моей голове что-то переключилось. Слава богу, что это произошло», — сказал Лахлен. Врачи из больницы, где мальчик проходил лечение, сказали, что травмы головы могут стимулировать ранее неиспользованные части мозга. «У Лахлена была довольно серьезная травма», — сказал доктор Спиридон Пападопулус. «Я думаю, что талант мальчика спал в некой области мозга, которая активировалась после перенесенной травмы». А повреждения в лобной и височных долей мозга заставили Томми постоянно рифмовать слова и писать картины. Бывший заключенный 51-летний Томми Макхью сумел выжить после двух субарахноидальных кровоизлияний мозга в 2001 году. Когда закончились холсты, Макхью начал расписывать стены своего дома. «Я чувствую в себе какую-то женственность, моя голова теперь полна рифм, картин и различных образов». Многие студенты наверняка мечтали моментально и в совершенстве овладеть иностранным языком во время экзамена. Один австралийский студент по имени Бен Макмейн обрел именно такой дар. Но всему своя цена. Бен лежал в коме после автомобильной аварии, и его родители боялись, что он никогда не очнется. Однако уже через неделю австралийский студент пришел в себя и заговорил на китайском, точнее на его северокитайском диалекте – мандарин. «Все как в тумане. Помню только, что я проснулся и увидел медсестру-китаянку, то сразу подумал, что нахожусь в Китае. Будь-то во сне я вдруг заговорил по-китайски». До этого Бен проходил базовый курс китайского в школе, но не закончил его. В конце концов ему вновь удалось вспомнить английские слова, но неожиданные способности к китайскому никуда не испарились. В настоящее время Бен работает гидом по Австралии для китайских туристов и ведет телепередачу на китайском для иммигрантов. Но как это происходит и как работает этот синдром внезапного гения? Есть две основные идеи. Согласно первой, эффект от удара по голове похож на эффект от ЛСД – это наркотик. Считается, что психотропное вещество увеличивает креативность путем повышения серотонина, известного как гормон счастья. Это приводит к синестезии, которая ведет к слиянию чувств, обычно не связанных между собой. У некоторых людей это встречается и без наркотиков в виде графемно-цветной синестезии. Для них слова ассоциируются с теми или иными цветами. К примеру, страдающий от этого актер Джеффри Раш ассоциирует слово «понедельник» с бледно-голубым цветом. Во время травмы мозга клетки выделяют серотонин в окружающие ткани. Возможно, это помогает объединить разные части мозга, как при приеме ЛСД. Альтернативная теория происходит от исследования пациентов, страдающих деменцией. В большинстве случаев у этих людей повреждено левое полушарие мозга, отвечающее за логику, анализ и языковые способности. Правое же полушарие, отвечающее за креативность, наоборот, начинает развиваться. По оценкам, один из десяти людей с аутизмом обладает синдромом Саванта. И хотя это трудно доказать, но величайшие умы человечества Эйнштейн, Ньютон, Моцарт, Дарвин и Микеланджело, возможно, были среди них. Возможно, это их состояние было обусловлено аномально низким уровнем серотонина в левом полушарии мозга в юном возрасте. По словам нейробиолога Беррит Брогарт, такие люди могут жить совершенно нормальной жизнью, просто у них есть одержимость чем-либо. Пока, на этом все. Подписывайтесь на канал Хочу Знать и смотрите другие наши видео.